Привет! Усаживайтесь поудобнее. Я оставлю выпуски на 9 утра. Для кого-то это время позднего завтрака, для кого-то время в пробках. Раньше мы выходили рано утром, сейчас решили, что мы вне конкуренции и нас и так смотрит элита. Многие задают мне вопросы, что будет дальше, что будет после визита Зеленского в США. Вы что, шутите? Но вы вправду полагаете, что что-то может быть? Хорошо, давайте попробуем в очередной раз на пальцах пояснить, что такое жопа и как она наступает. Вот берем год назад. Все вы, наверное, помните, какие были протесты в Белоруссии. Все вы также уверены, помните, как там назначали домохозяйку президентом, и она поехала в турне по миру. Естественно, не на деньги бюджетные Александра Григорьевича, а на деньги спецслужб ЦРУ. Тут сделаем ремарочку. В Америке есть несколько типов денег. Это деньги на спецоперации. Могут быть бюджетные, ворованные, спонсорские. Это деньги для внутреннего оборота. Чаще кредитные и банковские. Есть деньги для биржевых торгов и спекуляций. Это, по сути, деньги ФРС, Британия, США. Есть деньги для папуасов. Для нас с вами. Печатаются и раздаются. И вот, по сути, как вы видите, Тихановская могла гастролировать по всему миру годами. Но нет. Приехала она к Байдену. Между прочим, этим летом после печенья и все турне закончилось. Как это, спросите вы? А вот так. Вы про нее когда слышали-то последний раз? Съела печенье и превратилась в президента-невидимку. Так же будет и Зеленский. Ему там подарили книжку, букварик, покормили, показали новый айфон или просто показали студентов. А дальше будет просто так же, как с Тихановской. Тишина, мир и покой. Единственное, что может хоть как-то наводить бульки в болоте Украины, это друзья и враги самого Зеленского. Они-то и будут здесь инициировать всеми силами бурную политическую активность. И вот переходим к второй части. Я недавно получил письмо и прочитал его внимательно. Очень интересное и содержательное. Наверное, открою рубрику. Утренняя грузинская почта или вы нам писали. Итак, давайте вместе прочитаем это доброе послание и подумаем, как же мы раньше без него-то и жили. Пишут нам друзья из Украины. Зовут друзей Андрей Кабокдан. Итак, начнем. Здравствуйте, друзья. О, какое доброе обращение-то. Сегодня я записываю это видео, потому что у меня есть важное сообщение. Я это кто? Это я или это тот, кто пишет мне это письмо? Я подписываюсь в суд на таких людей, как глава Офиса Президента Андрей Ермак, депутаты Александр Дубинский и Андрей Деркач. Я глубоко убежден, что эти люди участвовали в заговоре с целью вмешательства в выборы президента США. И у меня есть этому доказательство. Ого! Что-то страшное происходит. Что ж могло произойти такое-то, а? Я начинаю переживать даже. За последние месяцы у меня было много встреч в Украине. Много разговоров с высшими руководителями страны. Я ходил на официальные допросы. Так, стоп. Много разговоров с высшими руководителями страны. В Украине есть несколько высших. Это как понимать? И что за допросы такие? Я могу сказать, что у меня нет претензий к президенту Зеленскому. Со стороны его команды я видел желание расследовать преступления Порошенко и других людей, принесших горе моей стране. Ой! Ну это совсем неожиданный поворот. Разве Зеленский не обещал посадку одного миллиарда хвойных деревьев и посадку одного дуба? Ой, не дуба, баубаба. Однако было одно исключение. Это глава офиса президента Андрей Ермак. Ну Ермак мне, если честно, сразу не понравился. Ну, стлащавый какой-то. Ну, весь стлащавый. Он с самого начала ставил мне палки в колеса. Он пытался прикрывать Порошенко. Он ведет какую-то свою игру. И эта игра явно не в интересах Украины. Странно. Палка в колеса. Ермак может ставить палочку, но не в колеса. Но прикрывать Петра, это как-то даже странно. А сразу вопрос. Какая игра в интересах Украины? Кто-то такие игры вел или палочки вынимал? Встречный вопрос. Сколько палочек кидаешь? Этот человек окутал нашего президента паутиной лжи. От него только вред и никакой пользы. Мистика. Паутина лжи. А может, хорошо мне, если в такой паутине нет? Я постепенно собирал факты, которые свидетельствуют о предательстве Ермака. Один из таких фактов – вмешательство выбора США. Ого! То есть, вы сейчас хотите сказать, что предатель сам летал в США, и его пустили и выпустили без всяких проблем? Интересно. Я узнал, что именно Ермак стоял за знаменитой пресс-конференцией Деркача и за откровениями другого депутата Дубинского. Именно Ермак стоял за знаменитые записи «Пойду выпью Карвалову». Мне становится понятно, что в этом письме речь идет о предательстве. Вопрос только в том, кто записывал и кто передал Ермаку. Или Ермак с самого начала руководил Порошенко и давал ему команду, что делать? И это все делается в то время, когда президент Зеленский пытался балансировать и не портить отношения ни с Трампом, ни с Байденом. Так, стоп, 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 стоп. Попытаюсь прочитать это еще раз с более уверенным выражением лица и не смеяться. Я точно знаю, что Деркач и Дубинский были простыми исполнителями в этой схеме. Но они в результате попали под санкции США. Ермак же пока вышел сухим из воды, поскольку против него не было прямых доказательств. Вот, я сразу заподозрил, что что-то неладное. Сразу понял, что кто носит и усы, и бороду, тот всегда виноват. А кто слащавый и выпритый, то мимишечка. Более того, сейчас он делает все, чтобы дистанцироваться от своих подельников. Это нечестно. Ой, простите, простите. Нечестно. Вы слышали? Я произнес это вслух. Я хочу через суд восстановить справедливость. Кто вам писал этот текст? Кордон? Через какой суд? Какую справедливость? Я хочу, чтобы Деркач и Дубинский не отмалчивались и дали публичные показания. Я хочу привлечь Ермака к ответственности. Так, Дубинский журналист берет микрофон и идет брать интервью Ермака. В чем проблема? Мама же любит скорость. Деркач идет на эфир телеканала и там тоже дает интервью. Про Ермака и ответственность. Тут, извините, я не уверен. Совсем повторюсь. Сначала какой-то совсем. Глубоко убежден то, что я делаю это в интересах президента нашей страны Владимира Зеленского и в интересах Украины. Глубина ваших убеждений меня поражает. Ну и, естественно, пугает, дорогой автор. Я надеюсь, что это не глубина заблуждений и тем более обмана. Живите спокойно и готовьтесь к зиме. Итак, друзья, мы и узнали новости из нашего села. Похоже, что где-то там между ними тает лед. Посмотрим. А вы говорите, что будет дальше. И вот вам и сюжет. Жаба поймала гадюку. На связи. Всех благ. Давид.